Сейчас в чат, как меня видно, как меня слышно, так же, от 1 до 10, чтобы я понимал, что у нас с вами хорошая связь, что видно хорошо, слышно хорошо. Так, видно, десяточки полетели, спасибо. Так, слегка под... Я слышно так же от 1 до 10, чтобы я подумал, что у нас с вами хорошая связь. Так, это у меня включилась трансляция на YouTube. Так, меня слышно так же от 1 до 10, чтобы я понимал, что у нас с вами хорошая связь, что видно хорошо, слышно хорошо. Так, видно. Все, супер. Супер, друзья. Так, уважаемые родители, напишите так же в чат, как вам видно на YouTube у нас, да, все ли хорошо, добрый вечер, добрый вечер. Вот, сегодня у нас, как говорится, ваша мама, и там и тут передают. Вот, для парней мы вещаем в Zoom с Хасанем Магомедовичем, а для родителей мы с небольшой задержкой вещаем в YouTube-канале нашем. Сразу, да, хочу сказать, что у нас будет блок вопрос-ответ, вот, поэтому если у вас будут какие-то вопросы в ходе нашей сегодняшней встречи, вот, вы их пишите в YouTube, а лучше всего запишите, где-нибудь зафиксируйте на листочке, да, или там в телефоне. И в конце, когда я дам слово, да, когда скажу, что мы закончили основной наш блог и готовы ответить на вопросы, вы их напишите мне, и, собственно, я, да, и с Хасанем Магомедовичем на них мы ответим. Так, супер, хорошо, родители, вижу, так, нет звука. Дорогие родители, напишите, пожалуйста, слышно ли всем меня сейчас, да, поставьте плюсики, если слышно. Так, слышно, Ваня, ну, нет, вам-то слышно хорошо, это понятно, да, спасибо. Вот, да, парни, сразу попрошу всех ничего не писать, да, ничего такого это в чаты, да, не вставлять, но можно будет задавать вопросы по делу, да, по делу это, скажем так, приветствуется. Так, все, вижу, что у родителей звук есть, пошли плюсики, девятки, десятки, отлично. Друзья, значит, мы можем начинать. Вот, у нас сегодня, на самом деле, с вами большое событие, вот, у нас, я надеюсь, что она откроет такую серию больших встреч, да, с различными людьми, людьми уникальными в своем роде, вот, мы будем стараться. Искать только таких, да, тех людей, у которых мы сами готовы учиться, вот, кто меня не знает, давайте расскажу немного о себе. Меня зовут Алексей Гонсюрев, тренер-наставник проекта «Школа мужества», вот, веду четыре группы в нашей школе, многие из вас меня знают, также консультацию для родителей веду, вот, кто-то, возможно, видит впервые, вот, сегодня Рома с Русланом не будет, у них вебинар завтра, вот, но они также здесь с нами находятся. Если какой-то вопрос будет, вы его задавайте, вот, если я ответить на него не смогу, то мы на него обязательно ответим завтра. Ну, а сейчас хотел бы вам представить, по-моему, мнению гениального человека, вот, я безумно рад тому, что эта встреча у нас состоялась, да, поскольку, поскольку сейчас такие события, да, у всех дела, у всех какие-то заботы с этим карантином, вот. Вот, в общем, чтобы не затягивать долго, да, как говорится, прошу любить и жаловать. Хасай Магомедович Алиев, автор метода «Ключ», также известного как синхрометод, известный российский ученый-психофизиолог, врач, кандидат медицинских наук, психолог, писатель, член Творческого союза художников России, да, вы можете видеть сзади одну из его картин. Хасай Магомедович, заслуженный врач Республики Дагестан, лауреат премии Ленинского комсомола Армении, работал с космонавтами, спортсменами-олимпийцами, спецназом, МЧС и другими всякими сложными структурами, думаю, сегодня она об этом расскажет, и много лет работал генеральным директором Московского центра защиты от стресса. Да, и, собственно, наша сегодняшняя встреча с вами так и называется, как снять напряжение в условиях самоизоляции, как работать с этим стрессом. Я думаю, что Хасай Магомедович нам в этом вопросе поможет, наверное, как никто другой. Хасай Магомедович, вам слово. Всех приветствую, друзья, всех приветствую. Да, я когда встречаюсь с людьми, которых первый раз встречаю, но все равно я всегда бываю расположенный, и этому я учу и всех людей. Потому что, когда мы ждем какой-то важной встречи, мы невольно напрягаемся, потому что встреча может быть очень ответственной, от нее очень много может зависеть. Ну, например, вы готовитесь к экзаменам, или готовитесь к соревнованиям, к любой встрече, которую вы ждете, но невольно начинаешь напрягаться. Особенно, когда мы попадаем в ситуацию неопределенности. Мы не знаем, чем это кончится. И вот сейчас у нас карантин. Ну да, карантин – это что такое? Вы же прекрасно понимаете, как и я, что это ситуация ограниченных каких-то наших привычных возможностей. Мы не можем встретиться с кем хотим, когда хотим и так далее. Мы не можем поехать, куда хотим, когда хотим. Ну, какие-то ограничились возможности, и нам приходится в какой-то локальной среде находиться. Да, и мы не знаем, чем это кончится. И постоянно идет какой-то рост напряжения. Это какая-то такая вот ограниченная ситуация. Ну, это как в тюрьме сидишь, условно говоря. Но то же самое такая тюрьма бывает, когда человек в стрессе находится. Вот эти оковы, оковы перенапряжения, они нас так сжимают, что мы в этот момент иногда теряем ясность ума и уверенность в себе. И мы начинаем совершать какие-то поступки, которые мы от себя даже могли не ожидать. Ну, вот представьте себе ситуацию. Вы стоите перед забором высоким и думаете, сможете вы перепрыгнуть или нет. А вот побежала за вами злая собака, и вы можете раз и перемахнуть высокий забор. А потом стоишь и думаешь, это же я смог сделать. А что ж ты не мог раньше это сделать? Вот стресс в данном случае помог, правильно? Ты так зафиксировался на цели и перестал думать, можешь или не можешь, и смог включить ресурс. А в другой раз стоишь и сомневаешься, можешь или нет. В данном случае это пример был, когда стресс помог. А есть случаи, когда стресс вызвал у тебя обратную реакцию, он тебя заблокировал, ты оцепенел. А есть случаи, когда стресс у тебя включил истинкт самосохранения, и ты просто убежал. Да, вот бей, беги, застынь. Это вот инстинктивная реакция у человека, который сталкивается со стрессом. То есть перенапряжение. Но стресс вообще, я хочу вам сказать, что это перенапряжение, это не напряжение. Потому что напряжение – это обычное явление. Ты ни одного стихотворения без напряжения не напишешь, ни одной картины. Да, ты ни одно соревнование не выиграешь без напряжения. А как это может быть без напряжения? Это перенапряжение, когда градус этой температуры внутренней зашкаливает. И он тогда может и включить ресурсы, и блокировать. Так вот, мы будем сегодня учиться тому, чтобы регулировать это напряжение и доводить эту температуру, условно говоря, напряжение до нужного нам уровня. Когда нам нужно забор перепрыгнуть, рекорд совершить, иностранный язык лучше изучать, новые какие-то программы обучения быстрее и эффективнее осваивать. Да, и для того, чтобы, например, так его снизить, чтобы отдыхать, дать возможность организму восстановиться. Ну, то есть, по существу, если мы научаемся управлять уровнем нервно-психического напряжения, мы начинаем становиться, ну, как бы, регуляторами своей жизни и своей судьбы. Это очень интересное явление. Оказывается, достаточно научиться управлять своим напряжением, и очень много разных задач можно решать быстрее и лучше. Я вам приведу один пример. Вот представьте себе весы. Вот весы. И вот они вот в равновесии. И здесь небольшой гильки бывает достаточно, чтобы одна чаша весов перевесила. Это две половины мозга. Да, две половины мозга. Я говорю метафорами условно, фигурально. Но чтобы легко было передать очень сложную-сложную теорию, я очень легко ее буду передавать доступным языком. И вот, оказывается, вот это состояние, когда есть равновесие, это редкое состояние мы называем иногда состоянием просолнечным. Это состояние, когда ты между сном и бодрствованием. Когда ты между рациональным мышлением и иррациональным мышлением. Когда ты в бодрствовании, ты мыслишь логически, иррационально. Во сне у тебя происходят субъективные процессы, иррациональные. А вот это событие, когда две чаши весов или две половины мозга как бы уравновешены, это состояние просолнечное. Такое у вас бывает между сном и бодрствованием. Между сном и бодрствованием. Так вот, смотрите, академик Павлов Великий говорил, что есть несколько фаз в мозге, работы мозга. Ну, тогда там так называлось, в физиологии человека. И он говорил о том, что есть парадоксальная фаза. Когда слабые раздражители могут вызывать сильные реакции. Ну, слабые раздражители, например, слова или мысль. Могла вызвать реакцию изменений в самом организме. Это как вот две чаши часов, это весов. Уравновешенные. А тут гирьку положили, гирьку положили и перевес сразу. Вот мысль сразу вызвала большую реакцию. Парадоксально. Ну, это использовалось для чего? Вот просоночное состояние, когда вы не спите и не бодрствуете. Если вы сами научитесь у себя получать, я сейчас объясню, как это делается. Достаточно мысли какой-то. Она тут же превращается в доминанта. А доминанта влияет на все процессы организма. Да, это используется в аутотренинге. Аутотренинг вы, наверное, слышали, знаете. Это вот обучали человека расслабляться. Он доходит до определенной фазы. Вот этой вот парадоксальной. И там себе говорит. Я здоровый. Я крепкий. Я сильный. Я молодец. Я сдам экзамен. Отлично. Да, все мне по плечу. Он сам себе говорит в этом состоянии. И вот эти слова на чаше весов начинает перевешивать. И он уже в это верит, что он сдаст экзамен. Точно так, как он перепрыгивал в высокий забор, когда за ним бежала злая собака. Она ведь что сделала? Она все другие сигналы отключила. Из-за этого страха мобилизовала все ресурсы в одном направлении. Чаша весов перевесила. И он раз и оказался в таком положении. Потом стоит и думает, неужели я это смог сделать? Я надеюсь, я понятно рассказываю. Я сейчас пример один приведу, чтобы вы еще понятнее были. Один капуцин научил художника великого, которого звали Сальвадор Дали. Сальвадор Дали садился в кресло. Слегка вот так покачивался. И держал в руках металлический ключ. А внизу у него был медный тазик. И вот Сальвадор Дали вот так слегка покачиваясь, искал вот это состояние между сном и бодрствованием. И когда он находил это состояние, он воображал свои картины. Потому что в этом состоянии, когда он находился, вот это между рациональным и иррациональным, там свобода. Там нет жесткой логики и там нет жесткой иррациональности. Там равновесие, там полное-полное равновесие. Чаша весов полностью уравновешена. Там ноль. Это называется нулевое состояние. Или свободное состояние сознания. И вот он держит этот ключ металлический. А для чего этот тазик и ключ? А вот когда он так расслабляется и ищет у себя состояние полусна и полубодрствования. Вдруг он засыпает и ключ падает, извините, а в медной тазике он просыпается. То есть этот ключ для него был, с помощью которого он поддерживал у себя коридор поиска этого состояния, чтобы не заснуть. Ну чего он добился, Сальвадор Дали? С помощью вот этого. Ну мы все знаем, это гениальный человек, который нарисовал картины. Очень необыкновенные, очень необычные. Да, он выходил вот в этом состоянии между сном и бодрствованием из-под шаблонов и стереотипов. Вот это очень интересно. А я вам сегодня покажу несколько приемов, с помощью которых вы точно так же можете выходить из шаблонов и стереотипов. Да, да, да. И находить решения, такие неординарные решения, как Сальвадор Дали. Но вы можете находить такие решения неординарные в любой деятельности, в любой ситуации, в любой сфере жизни. Я, например, рисую картины, хотя я никогда не учился рисовать. Да, да, да. Потому что у меня был шаблон, стереотип, что я не художник. Потому что вот у меня товарищ по партии, Юра, вот я знал, что он художник. Почему? Потому что его папа художник, потому что его мама художник, потому что он рисовал хорошо то, что говорил учитель на уроке. Потому что у нас водили на выставке, показывали Шишкина, Репина, Айвазовского. Да, а я так не умею, я думал, что это так от меня далеко. Да? А вот представьте себе, однажды, когда мне очень-очень захотелось, чтобы я что-то нарисовал, я сделал тот прием, который я вам сейчас покажу. И у меня появилось ощущение, ну, хочешь, рисуй, то тебе мешает. То есть шаблон этот, что я не художник, этот блок исчез. Да, да, у нас очень много этих блоков. Я не художник, я не олимпийский чемпион, я не музыкант, я не умею танцевать, как вот балерины танцуют. Это наши блоки, которые у нас сформированы, потому что, ну, разные причины тому. Или нас неправильно учили, или нам неправильно показывали. Короче говоря, я вам покажу метод, который называется ключ. Но не тот ключ, который был у Сальвадора Дали. Я вам покажу ключ к себе, то есть без всякого тазика медного, без всякой качалки. Я вам просто принцип объяснял. Вот это состояние между сном и Божественным. Я вам сейчас еще один пример приведу, и потом все покажу, и мы попробуем, и вы сразу все поймете. Еще один прием, это метод Бутейко. Наверное, вы все слышали, ну, кто астматик, он понимает, что такое метод Бутейко. Это задержки дыхания, когда человек лечится от астмы. Бутейко, такой очень знаменитый человек. Вы можете потом погуглить Бутейко. У него есть такой метод. Ну, Бутейко-то самого нет, но его сын сейчас главврач, и он преподает этот метод хорошо. В чем заключается? Заключается в том, что оказывается астматик, который дышит глубоко, вот так задыхается, задыхается, не может. У него спазм бронхов, он не может остановить. Он думает, что сейчас все, 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 вот такое состояние. Оказывается, если он найдет с помощью расслабления умеренное дыхание, и будет вот так вот сидеть и прислушиваться к вдоху и выдоху, через нос надо всегда дышать. Вы всегда запомните, что дыхание должно быть только через нос, всегда, всегда в жизни, не только при метод Бутейко. Потому что нос фильтрует все, а сейчас эти вирусы. Нос как раз-таки это тот механизм, который все отфильтровывает, все как положено. Даже реснички носа там на слизистой, они колеблются в ритме и анасферы, если вы хотите знать, что все взаимосвязано. Таким образом, дышать надо всегда через нос. И вот там по методу Бутейко надо, наблюдая за своим вдохом и выдохом через нос, наблюдая, наблюдая, как ты делаешь вдох, как ты делаешь выдох, как ты делаешь. То есть прислушиваясь к своему дыханию, ты невольно входишь в расслабленное состояние. И если ты научишься входить в это расслабленное состояние, оказывается, это то же самое состояние, в которое Сальвадор дали с помощью железного ключа. Да-да-да. То есть оказывается, это прекращает любой приступ. Головная боль проходит, если болел живот, живот перестает болеть. Ну все что угодно. Но этому учиться надо. Как аутотренингу надо учиться и методу Бутейко надо учиться. То есть, короче говоря, человек научается свое дыхание делать таким тонким, когда он как бы его почти не слышит. Но это же и бывает у нас, когда мы засыпаем. Когда мы засыпаем, мы уже не слышим своего дыхания. А когда в обычной жизни мы либо энергично дышим, либо еще как-то. А вот когда мы засыпаем между сном и бодрствием, о котором говорю, мы не слышим свое дыхание. Оно как бы вот такое вроде есть и вроде нет. Вот если научиться этому. А сейчас я вас научу. Так вот. А теперь я перейду к главному. Дело в том, что мы все находимся в ситуации карантина. И нам нужно из карантина взять максимальную пользу. Ну, во-первых, ваши кураторы организовали сейчас нашу встречу. Правильно? Я вам покажу то, чему я обучал спецназ, то, чему я обучал космонавтов, то, чему я обучал актеров, режиссеров. Да, хочу вам сказать, что... Да, да, да. Я хочу сказать, что я тот специалист, который обучал психологов МЧС. Потому что я хочу поделиться своим опытом для вас, чтобы вы могли в жизни использовать его. Я выводил из острого стресса пострадавших детей и взрослых в Беслане. Я выводил еще раньше Кизляри, в Каспийске после терактов. Потом в Москве. Я обучал психологов МЧС, чтобы они умели это делать. Так вот, слушайте меня внимательно. Сегодня уже создано на базе метода ключ синхрогимнастика. Об этой синхрогимнастике первый раз, вот видите, школьный учебник для 10-11 классов. Здесь впервые написали, это было 5 лет назад, а сейчас уже второй раз, второе издание есть. Оно голубого цвета и поменьше по размеру. И там уже есть с рисуночками, с описанием синхрогимнастика по методу ключ. Я вас сейчас хочу этой синхрогимнастике научить. И вы сразу вспомните, что некоторые упражнения из этой синхрогимнастики, вероятнее всего, вы инстинктивно делали сами, не зная ни о какой синхрогимнастике. Потому что все приемы метода ключ, они основаны на инстинктивных действиях человека, когда он в стрессе и когда он в покое. На инстинктивных действиях. То есть мы сами эти действия всегда совершаем в жизни, просто мы не отдаем себе в этом отчеты, потому что нам никто не говорил, обратите на это внимание. Ну, например, когда ты нервничаешь и решаешь какой-то вопрос, ты невольно ходишь туда-сюда по комнате, ты невольно качаешь ногой, ты невольно постукиваешь по столу пальцами или чешешь затылок, или жвачку жуешь. Что ты делаешь? Ты совершаешь повторяемые движения. А повторяемые движения, оказывается, снимают напряжение. Точно так, как мама качает ребенка, и ребенок успокаивается. А вот теперь посмотрите. Мама, когда качает ребенка, она не просто его качает. Она подбирает ритм в соответствии с его напряжением. Если ребеночек много напряженного, или там плачет, или что, она его чаще качает. Если он спокойнее, она медленнее качает. Так вот, смотрите, удивительная штука. Если мы сами, без маминых рук, потому что мы уже взрослые, большие, просто встанем вот так вот, пока не делайте, потом сделайте. И будем просто покачиваться и думать, о чем думается, а не о том, как качаться. Потому что, когда я думаю, а как качаться правильно, так или вот так, тогда у меня сбивается ритм. А если я думаю, о чем думается, например, завтра у меня экзамен. Или завтра я пойду рисовать. Да. Вот я стою вот так и думаю. Да. Там видно меня, нет? Ну, все, я сделаю. Так, давай. Хорошо вижу. Кстати, это моя внученька. А если вы хотите знать, сколько мне лет, а у меня уже есть правнук, ему год. Правнук Максимка. А внучку мою зовут Грета. Александр Галимович, там родители пишут, говорят, очень красивая картина. Ой, спасибо большое. У него как раз завтра день рождения, я от вас передам поздравления. Да, мы вас видим. Посмотрите, если вы просто так стоите, думаете, переживаете, о чем вы переживаете, вот выпускаете этот пар, думаете просто на фоне повторяемого движения, как ребеночек. Мама его качает, а он же думает о своем, он там о чем-то переживает, ну и пусть переживает. Мама же ему не говорит, а ты думай об этом или думай об этом. Она просто подбирает ритм. Когда он больше переживает или там плачет или что, она его чаще качает. Вот здесь то же самое. Когда я больше переживаю, у меня получается, что я чаще качаюсь. Точно так же получается, когда я нервничаю, ходю туда-сюда по комнате, если я больше нервничаю, я чаще хожу. Или ногой-то чаще-чаще, или пальцами стучу чаще. И вот так встаю, качаюсь, а сам пустил мысли на самотек, и переживаю, и переживаю. Вот надо самое главное переживать, если переживаешь. Если не переживаешь, не переживай. Это называется свободный поток сознания. Значит, свободный поток сознания, думая, о чем думается, переживая, о чем переживается, и при этом делая, как делается. Это материя материальная, телесная. А здесь это психическое, идеальное. Значит, соединяются две свободы. Свобода идеальная, психическая, и свобода материальная. Две соединяются, и что происходит? Смотрите, я чем больше переживаю, тем чаще меня качает. Я, когда думаю о менее переживающих вещах, меня меня не качает. Я так в детдомах обучал детей, которые не спят, там, писаются и так далее. Просто они стояли и делали вот так. Вот так вот делали. А мы часто делали вот так. Это шалтай-болтай. Ну, любой ребенок знает, что это такое, и вы можете вспомнить, что вы делали вот так. Да? И вы представляете, вот мальчик Денис, например, я ему звоню и говорю, Денис, как у тебя дела? Он говорит, встаю, говорит, качаюсь, а он спать не мог. Встаю, говорит, качаюсь. Ну, а потом что? Он говорит, ну как что, вырубляюсь. Вот что происходит. То есть, если ты немножко покачаешься, хочешь вот так, хочешь вот так, а хочешь, как будто ты плывешь. Делаешь вот такие упражнения, вот такие упражнения, вот такие упражнения. Да, это же все повторяемые движения. То есть, надо путем подбора найти то действие, которое вам легче делать и легче войти в ритм. Ну, кому-то нравится вот так, просто шататься, вот так вот, качаться. А кому-то холохоп крутить. Помните, вы холохоп когда-то крутили? Или девочки крутили холохоп? Они вот, когда крутили холохоп, они входили в ритм и могли уже на автомате крутить. Так то же самое при беге же бывает. Помните, когда ты войдешь в ритм бега, там же тоже повторяемые движения. Ты вошел в ритм бега и уже можешь бежать и бежать без усталости. А если ты не вошел в ритм бега, напряжение у тебя растет. Растет, 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 ты уже задыхаешься, ты уже из последних сил, вот тебе осталось до ленточки финишной, там 100 метров. А ты уже не можешь, а ты изо всех сил напряжения растет, 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 растет. И ты потом берешь себя в кулак, и ты преодолеваешь это. И потом раз, и легкость, и ты уже бежишь легко, и ты можешь все понятное бежать. То есть, когда ты точку напряжения пересек, уже открылась легкость, и ты бежишь легко, говорят, второе дыхание. Ну, дыхание-то тут просто адаптируется к состоянию, потому что вот у меня был случай, когда мне бабушка рассказывала, ее внука судили там, она сидела в зале сюда, ее прямо трясло от напряжения, трясло, и напряжение росло, 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 и такое напряжение, и вдруг раз, все отпустило, и она говорит, а я сижу, меня слегка покачивает, и мне все пофигу. Вот оно как. То есть, когда напряжение зашкаливает, когда оно доходит до края, если перейти его, опять выходишь на это состояние. Или вошел в ритм, вошел в это состояние. Или когда ты ищешь состояние между сном и бодрствованием, ты находишь это состояние. И вот посмотрите, когда ты стоишь, переживаешь, у тебя завтра экзамен, или у тебя завтра соревнования, или встречи там с другом, или ты там хочешь помириться с кем-то опять, не знаю, какая-то волнительная тема. На афоне шалтай-болтай, если ты будешь это переживать, ты заметишь, что через несколько минут ты об этом думаешь совершенно спокойно. И находишь выход из тупика. Вот это вот элементы, которые я сейчас рассказываю. Простейшие элементы для объяснения, что мы сейчас будем практически делать. Я вам сейчас покажу элементы этой синхрогимнастики, о которой я говорил. Там пять упражнений, но мы хотя бы три сейчас. Я вам покажу. Мы немножко назад. Вот так. Первое упражнение, друзья, называется хлест руками по спине. Это модель искусственного дыхания. Вы помните, если человек с вышки высокой прыгает в воду? Вот он смотрит, как он будет прыгать. У него напряжение растет. И он его сбрасывает вот такими простыми действиями. Да, это же повторяемое движение. Вот у него напряжение. И он вот так делает. И так учат тренеры хлопцов. Перед тем, как прыгнуть, сделайте вот так. Там кто-то уже делает. Молодец. Можно попробовать. Давайте встанем все вместе, попробуем. Это повторяемое движение. Да, надо бросать руки, как в плете. Свободно, свободно, не задумываясь, как это делать. А думать надо о том, что вас волнует. Это отличается от обычной физкультуры вектором внимания. Тут другой вектор внимания. Тут думаешь не о том, как делать упражнение, а думаешь о том, что тебя волнует. Да, если у вас какая-то задача по математике не решается, ты можешь встать вот так поделать, думать об этой задаче, и ты заметишь, что потом сядешь и лучше ее решишь. Это упражнение, которое снимает нервно-мышечные зажимы. Делайте, делайте. Вы сейчас увидите, через минуту у вас состояние будет совершенно другим. Таким легким, таким работоспособным горы можно свернуть. Пробуйте, пробуйте. Потому что зажим снимается. Кровоток мозга улучшается, клеточки мозга получают больше кислорода. А здесь, когда вы делаете вот эти движения, верхушки легких. Сходятся, расходятся, сходятся, расходятся, сходятся, расходятся. Это же так утопающего, его вытащили на берег, его раздыхивают. Это же искусственное дыхание, а вы сами себе делаете. Да. А теперь второе упражнение. Второе. А второе упражнение называется лыжник. Лыжник это вот так, когда ты бросаешь руки вниз и пятки поднимаешь. Да, 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 да. Во, во, молодцы, молодцы, молодцы. Давайте, поехали. Да. И посмотрите, как вам удобнее, когда бросаете вниз, пятки поднимаете, падает на пятки. Или когда вверх бросаете руки, пятки поднимаете, падает. Кому-то легче, когда он вверх бросает, а кому-то легче, когда он вниз бросает. Подбирайте. Молодцы. Да, 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 кто-то это продолжает делать, кто-то это. Кому что нравится. Вот синхрогимнастика, это принцип подбора путем перебора тех упражнений, которые вам подходят лично. То есть вы подбираете индивидуально свои собственные личные упражнения. Очень интересное ощущение свободы, пока делаешь и думаешь, уже ощутил, Артем написал. Да, конечно, молодец, Артем. А теперь перейдем к шалтай-болтай. Да, просто болтаешься и все, как болванчик, как болтаешься и все, и думаешь о своем. Вот, например, ты в изоляции, у тебя там постоянно идет информация, эта информация давит на мозги, или ты с кем-то поссорился, на кого-то обиделся. А ты вот это делаешь, и вдруг ты заметил, что тебе это, ну, спокойнее стало, и ты понял, что ты сам был виноват, надо было по-другому сказать. А здесь, кстати говоря, можно воспитывать у себя желаемые черты характера, когда вы это делаете. Вы же освобождаетесь от зажимов, вот те шаблоны, блоки уходят, как я вначале рассказывал, и здесь уже можно мечтать о том, каким ты хочешь быть. Вот я тогда вот делал упражнения и мечтал, что рисовать буду только шедевры. Да, и вдруг я почувствую, ну, хочешь, и все, кто тебе мешает. Блок уходит. Слушайте, если в следующий раз еще когда-нибудь встретишься, я вам покажу такие суперские вещи, от которых вы просто офигеете. Ну, надо же все постепенно, да, постепенно, чтобы... Потому что сразу я не могу показать, пока вы вот эти азы, это как буква А, прежде чем писать А, Я. Да, да, делайте, делайте, вы потом увидите, какое состояние обалденное. А взрослый человек, если это делает, допустим, поясница болит, надо найти свое действие. Надо обходить болевые участки, надо искать то, как проще, как легче, без сильного напряжения. Обходить болевые точки, это называется зеленая зона. Надо идти там, где легче, а не там, где труднее. И тогда вы начинаете выздоравливать и крепнуть. Да, теперь мы сядем. Полминутки посидим, после этого взгляд сделаем рассеянный и пустил мысль на самотек. Сиди, отдыхай. И сейчас вы видите, что происходит такое освобождение, такое хорошее состояние. Это помогает снять нервно-мышечные зажимы, мышечные блоки. Это помогает освободить все. Дыхание становится таким свободным. Сиди еще такое вот состояние, когда в лучшие моменты бывает. Когда музыку слушаешь, любимым делом занимаешься. Когда ты сидишь с очень близкими друзьями, с родными. Когда тебе очень комфортно. Когда тебе не надо напрягаться. Ну, такое хорошее состояние. Ну, такой уют, уют появляется. Супер, блин. Чуть не вырубился, Дмитрий написал. Конечно, конечно. Это суперские приемы. Но самое интересное, что их нет в йоге. Нет в цигуне и нет в медитации нигде. Почему? Потому что этот метод ключ, он находится между западными методиками и восточными. Ну, западные методики, это когда с телом связаны. Бокс там, да? А восточные методики, это медитация. А это между ними находится. Поэтому называется метод ключ. И, кстати говоря, помогает человеку и йогу быстрее осваивать. И медитацию быстрее осваивать. Поэтому не случайно на сайтах по медитации уже появляются эти упражнения. Потому что они помогают осваивать любую программу. Если вы, например, хотите иностранный язык быстрее научиться и свободнее говорить, и речевые навыки вырабатывать. То есть, если вы до урока и после урока по 3-5 минут примените вот эти упражнения, а потом обучаетесь или отдыхаете после урока. Вот если до и после урока вы сделаете психрогимнастику пару минут, урок пройдет успешнее. А навыки, которые вы там вырабатываете, будут крепче. Это очень полезная штучка. Ну, а если я вам скажу чисто по-русски, ну, конечно, понятно, что если ты размятый и стал чем-то заниматься, это лучше, чем когда ты зажатый. Это же совершенно разные состояния, чем когда ты раскропощенный и когда зажатый. Правильно? По существу я вас обучаю снимать зажимы. Я вас обучаю сегодня тому, чему обучал Станиславский актеров. Ну, в те годы тогда еще этих приемов не было. Перед экзаменами, конечно, слушайте, это очень удивительная штука. Вы сами себе можете придумать приемы и потом друг другу рассказывать и обмениваться опытом. Придумать себе приемы из своих собственных инстинктивных действий, которые вы делаете, когда вы нервничаете. Вот, например, мама привела ребенка, а он сидеть не может. А ему в понедельник экзамен сдавать. Он почему сидеть не может? Он все время вот так делает. Ну, нервное напряжение заставляет его делать повторяемые движения. Он-то об этом не знает. Это секунд природы. И вот он сидит у меня на столе и все время вот так делает. А мама сидит и ждет от меня, как от специалиста, что я его научу быть спокойным, чтобы он хорошо сдал в понедельник экзамен. А я посмотрел, вижу, что у него вот такое действие. Значит, дневная система заставляет его это делать, потому что повторяемые действия снимают напряжение. А он об этом не знает и мама не знает. Но я знаю. И я ему говорю, делай чаще. А мама так удивилась, говорит, что вы ему говорите? Я как раз привела его, чтобы вы научили, чтобы он спокойно сидел. Так он не может спокойно сидеть, потому что, когда он пытается спокойно сидеть, у него такое напряжение. Его наоборот больше еще заставляет его вот так делать. И он стал делать чаще, чаще. Я говорю, делай, делай. Ну, он делал, делал минут пять, а потом говорит, а сколько еще делать? Я говорю, а что ты меня спрашиваешь? Продолжай, ты же так и делал. А мне уже не хочется. Как это? А что стало? Я его спрашиваю. Он говорит, как-то успокоился, говорит. То есть он пар выпустил. То есть он поделал. Вот вы можете за собой наблюдая, найти, какое действие у вас какое-то повторяемое. Ну, например, плечом дергаешь. Ну, вот ты возьми, подергай плечом специально несколько раз. Подергай, 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 а потом сядь, и ты заметишь, что ты вообще успокоился. То есть наблюдая за собой, ты можешь найти у себя какие-то механизмы, которые заставляют тебя. Вот, например, стартовая предстартовая лихорадка у спортсмена или нервная дрожь у девушки. Что такое нервная дрожь? Пристартовая лихорадка. Вот я был на Олимпийских играх Китая, я вел парусный спорт. И там парень, он говорит, у меня через два часа гонки, а меня трясет. Вот, пристартовая лихорадка. А почему его трясет? А потому что повторяемое действие снимает напряжение. Это же нервная реакция. Все равно, что ногой качать или пальцами стучать, а его трясет. Просто это частота высокая. А я ему говорю, а ты потрясись. А он мне говорит, что я дурак, что ли? Я говорю, пойду на вибромассаж. Я говорю, не надо, ты встань и просто вот так потрясись. И найди свой собственный ритм. Он говорит, а как найти свой собственный ритм? Я говорю, ну ты потрясись быстрее, потом помедленнее, потом еще быстрее, помедленнее, а потом остановись и просто вот так раз и найдешь сразу свой автотем. И он вот так потрясся, потрясся. Ну минуту, ну максимум полторы минуты, ну честное слово. А потом сел и говорит, слушай, а что такое стало? Я говорю, а что случилось? Да нервничать перестал. А почему, говорит, все так не делают? Я говорю, потому что не знают. Так вот я вам показываю еще одно упражнение, которое сам организм. Вы так можете понаблюдать за собой и найти десяток таких вот повторяемых действий, которые вы делаете в жизни, которые вам нравятся. Ну кто-то там любит холохоп крутить, а вот я вам еще покажу. Вы можете делать конкурирующие действия. Например, встаньте, пожалуйста, все. Это знаменитая у меня формула ФА. Когда мы ищем действия по скорости автоматизации начатого действия. Формула автоматизации. Формула ФА. Например, представьте себе, что вы моете окно. Вот это повторяемое действие. Представьте себе, что вы моете окно. Вот стоите, и у вас окно перед вами. И вы его моете. Да, не забудьте, туда не ходите, сюда не ходите. Вот окно, вот оно. И вы его моете. Вот так делайте. Вот так. Мойте, как следует, мойте, мойте. Это повторяемое действие. Да? А теперь вы делаете второй рукой конкурирующее действие. Например, сюда. Вот вы это сюда делаете, а это сюда. Да, конкуренция действий. Ну попробуйте, попробуйте, что сейчас получится. Вы сейчас на самом деле вырабатываете навыки и способности решать противоречивые задачи, конкурентные сигналы. Когда вы будете в какой-то ситуации, когда вам надо мгновенно принимать какие-то правильные решения, когда суета мыслей, когда много разных задач в голове, а времени нет. Надо немедленно принять правильное решение. Вот эти упражнения, если вы так немножко потренируетесь, ведь это одно действие, а это конкурирующее. Видите, две задачи конкурирующие. И вы научаетесь их делать. И в мозге возникает механизм, который выводит вас из этих задач выше. Вы начинаете замечать, что у вас получается синхронизация какая-то, как будто вы одно и то же делаете в разных плоскостях. А потом вы попробуете, держите руки перед собой. Вообразите, что руки расходятся в разные стороны. И когда вас слегка начнет покачивать, пускай качает. Вообразите, и руки пойдут в разные стороны. О, у меня пошло. Так. Руки пойдут в разные стороны. Можете их чуть ниже держать, как вам удобнее. Вы сейчас заметите, что вы мыслью управляете своим состоянием. Что вы мыслью можете заставлять движение рук включать. Это идиомоторные рефлексы. У кого устает, то еще раз вот так сделайте. Да, пожалуйста. Это снимает напряжение. Правильно. Таким образом, сочетая вот это упражнение, когда я представляю, что руки пошли в разные стороны, меня начинают покачивать и меня отпускают. В этот момент я мечтаю, что я хорошо сдам экзамен. Или я буду сильный, крепкий, здоровый, супермен. Ну, как хотите. Мечтаете, Тома, о чем хотите. Только взгляд чуть выше уровня горизонта. Потом представляете, что руки сходятся. Если они тяжелеют, держите их чуть пониже. Если они устают, делайте хлест, который вы уже знаете. Таким образом, сочетая идиомоторные движения с механическими синхрогимнастиками, да, вы раскрепощаетесь. Да. Да. Можете включить бой с тенью. Давайте. Кому это нравится? Тоже повторяемые движения? Да. Пожалуйста, бой с тенью. Пожалуйста. Да. Давайте, давайте. Да, да, да. Кому какое нравится. А кто-то может плавательные движения включать. Пожалуйста. А кто-то может включать. Как будто он на коне скачет. Держите узды коня. Да. И поскакали. Поскакали. Кому какое нравится. Я вас сейчас обучаю подбирать себе собственные упражнения из ряда примеров. Это называется индивидуальный подход при массовом обучении. Когда каждый подбирает себе свое индивидуальное. А когда действие соответствует именно вам, оно и дает максимальный эффект. Молодцы. Каждый подбирайте свое. Кому-то нравится вот так. Кому-то нравятся плавательные движения. Кому-то нравится бокс. Да, да. Кому-то нравится вот так. Правильно, правильно. Молодец. Молодцы, молодцы. Ну и походите теперь по комнате. Посмотрите свое состояние. И скажите нам, что вы чувствуете. Здесь Федор писал. То есть нам сам организм все время дает знаки. Но мы просто их не замечаем. Мы не замечаем, потому что у нас много штампов. Который надо снять. Да. А мы когда раскрепощаемся, мы начинаем понимать, чего нам нужно. Мы начинаем слышать себя. Касание. Это называется ключ. Ключ к себе. А я правильно понимаю, что танцы, повторяющиеся действия, туда же относятся? Поэтому некоторые люди, когда танцуют, испытывают прям радость и счастье такое. Если они попали в этот танец, у них происходит раскрепощение. А если он не попал, если это ему не подходит, наоборот, зажим. Поэтому рок-н-ролл пошел по миру. Потому что он свободный. Каждый делает, как ему нравится. Обязательные танцы, они требуют напряжения. Кому подходит, кому нет. А мы сейчас обучаемся понимать, как находить свой индивидуальный танец. Если вы раскрепостились и начнете танцевать, то вы даже обязательный танец будете исполнять в своей манере. И вы будете неподражаемы. Ну как дела? У нас участники пишут, что некоторые из них уже засыпают. Правильно, правильно, да. И сегодня еще была тренировка с нашим тренером. Вот как раз под вечер. Я вам дам домашнее задание, друзья. В условиях изоляции, чтобы снять напряжение. Чтобы дать мозгу восстановление. Чтобы в клетке мозга получали кислород, который ему крайне необходим для здоровья и творчества. Вы две минутки в день, две минутки в день, или шалтай-балтай делаете, или плаваете так. Это называется моделирование деятельности. Потому что именно вот эти наши инстинкты породили. Правильно Алексей сказал. И танцы породили. И спорт породили. И бокс породили. Ну все, что угодно породили. Потому что человек же это все создал. Потому что законы природы идейны для всего. Но одному нравится плавание. Почему? Потому что когда он это делает, он ходит в ритм там быстрее. А другому нравится бокс. Потому что он здесь быстрее в ритм ходит. Автоматизма. А третьему нравится еще что-то. А мы сейчас занимаемся по принципу метода ключ. Подбираем индивидуальные приемы, которые подходят каждому из нас. Вот в чем принцип. И самое главное, друзья. Сам подбор приемов тренирует творческую поисковую активность мозга. Вы заметите, что вы потом начнете во всех работах, во всех сферах жизни тоже искать, как работу сделать быстрее, легче и эффективнее. Потому что на примере поиска этих упражнений, которые вам подходят больше, вы в жизни начнете быстрее ориентироваться. Это взаимосвязанные вещи. Поэтому 2-3 минуты в день. Можете 2-3 раза в день. Делать хлёст, делать лыжника, плавание, бой с тенью, холохоп крутить мысленный такой. Или руки разводить, представлять, что руки расходятся. Идеорефлекторные приемы ключа. Называется ключевой стресс. Если человек напряженный, они у него не двигаются. Если он найдет положение удобное, внутри себя отпустит и представит, что они пошли, они пойдут. А потом представит, что они поднимаются, они у него поднимаются. Это левитация. Там много чего еще есть, но вы сейчас на первом уровне. Это азы, как говорится. Но я вас поздравляю, что вы с ними познакомились. Я хочу, чтобы вы знали, кто захотел спать, кто захотел вырубиться. Эти приемы, если человек был истощенный, ему надо было отдыхать, а он еще снял напряжение, естественно, ему хочется спать. А если он выспавшийся, сделает те же самые приемы, у него, наоборот, появится море энергии. Поэтому эти приемы сразу показывают. Сделал приемы, и ты сразу чувствуешь, что тебе после них хочется спать, значит, надо спать. А если тебе хочется дрова после них колоть, иди дрова коги. И так ты научаешься себя слышать с помощью этих приемов. Здесь вот спрашивают, а игра на воображаемые электрогитали? Да, да, то же самое. Конечно, конечно, молодец. Вот какие молодцы. Еще вопросы? Хазан Магомедович, там был вопрос, а катание на скейте или лонгборде является таким действием или нет? Потому что парень расслабляется, когда это делает, но вот там одной ногой больше двигает. Я просто не знаю, что это такое. Тейтборд, вот когда доска с роликами, как сноуборд. А, понятно, понятно. Ну, конечно, вы знаете, что кто на этом катается? Перед тем, как на этом кататься, сделайте хлест, а потом катайтесь. И вы увидите сразу, что вы прямо как музыка. То есть вы попробуйте, знаете, как домашнее задание? Перед любой трудной деятельностью, ну, раньше, как рабочий перед станком, вот прежде, чем работать начинал, он руки потирал. Ну, это что же самое. Вы перед любой работой, ну, например, изучать иностранный язык или спарринг в борьбе, или там, допустим, вы должны сесть за учебники и долго-долго сидеть. Вы перед всем этим, вот что вам трудно. Возьмите, сделайте раскрепощение, потом садитесь и работайте. Вы увидите, что вы лучше, и это все теперь уже у вас получается, потому что вы зажим сняли. Еще вопрос. Получается, время каждый для себя определяет, и оно должно, раз, может быть разным, зависит от решения. Да, оно может быть разным, да. Потому что самое главное понять принципы, что все должно быть легко, и вы сами подбираете себе то, что вам удобнее. Да, вот это главный принцип. Потому что нас никогда раньше этому не учили. Даже на уроке физкультуры нам говорили, индивидуальный должен быть подход. А на практике было, делай как я. А сейчас я говорю, делай как ты. И показывай, как можно подбирать. Разные варианты. И что один человек, в зависимости от того, что он был истощенный, или наоборот, выспавшийся, он может после одних и тех же упражнений по-разному себя чувствовать. И надо делать то, что ты чувствуешь. Хочешь спать? Надо спать. А я вам напоследок скажу еще одно. А если вы утром просыпаетесь сна и делаете потягушеньки, то если в этот момент вы помечтаете, какой вы хотите впереди день иметь, он такой и будет. Потому что если вы на пик напряжения, на кончик этой иглы положите свое желание, оно становится доминантной и установкой. И то же самое, когда вы сильно расслаблены, уставшие, в таком состоянии, когда уже мозг свободен от мысли, тревог, беспокойств дня. А в этот момент тоже помечтаете, что у вас через день, два, три начнется подъем сил, энергии. Тоже у вас происходит. Вот эти две чаши весов. Вы гельку туда своего желания положите. И оно перевернется в эту сторону. Медитация входит в список этих упражнений? Конечно, конечно, конечно. Медитация упрощается, если вы перед медитацией своей сделаете крюс руками по спине, лыжникой или шалтай-батай, потом сядете и будете медитировать, в раз у вас получается. Какой еще вопрос? Вопрос не про расслабление, а про дыхание. Есть ли техника конвертированного дыхания? Если есть, то как ей начать пользоваться? Конвертированное это что означает? Конвертированное. Да, я правильно прочитала. Да, расшифройте, пожалуйста, слово. Концентрированного опечатка. А, концентрированное дыхание? Ну так, способов дыхания миллиона. А что вы имеете в виду? Расшифройте мне, пожалуйста. Димур, ты скажи, для какой задачи? Хосан Магомедович, тут парни еще спрашивают некоторые вопросы. Потому что многие ходят в спортивный зал, тягают гантели. То есть, в принципе, движение повторяющееся, но когда ты штангу тягаешь, ты напрягаешь в этот момент свое тело. То есть, вот здесь можно ли их считать теми же самыми действиями или они работают иначе? Или лучше и то, и другое делать? Потому что там ты напрягаешься. То есть, вообще перед любым действием штангисты это применяют и шахматисты это применяют. У меня олимпийские чемпионы по штанге тренировались и шахматисты. Анатолий Карпов мой друг был и так далее. В общем, вопрос заключается в том, что любому человеку перед видом деятельности, особенно ответственной и напряженной, лучше всего раскрепоститься. Но для этого раньше было 50 грамм для храбрости. Актер на сцене, чтобы не нервничать, он выпивал 50 грамм для храбрости. Раньше такое было в Советском Союзе. И была бутылка. Напьешься, и тебе все пофигу. Так вот, если вы делаете полминуты, хрест там или лыжник, у вас получается включение эндорфина на 50 грамм. А если вы будете стоять и делать долго-долго, и вам не хочется оттуда выходить, и вам хочется еще продолжать, вошли в ритм, долго делайте это для пожилых людей. Делайте, делайте, переживайте, переживайте. Даже слезы могут идти, пускай идут. Переживайте, переживайте. А потом села она или он, и все пофигу стало. Это бутылка. Это я для примера говорю. Потому что, когда вы снимаете нервномышленные зажимы, у вас включаются насосы, которые качают эндорфины. А эндорфины – это гормоны, которые создают фон настроения хорошего. Они даже порезы залечивают. Это гормональный баланс. Это омолаживают пожилые. Вот мне 69 лет. 69 лет. У меня правнук Максимка ему год. Я травмированный, ребята. Я упал на гололеде. У меня позвонок влетел в спинной мозг. И разрушил спинной мозг. И мне 7 часов делали операцию под наркозом. 7 часов. И у меня страшнейшее заболевание. Мелопатия после этой травмы. Но я же вам показываю это. Я пишу книги, я рисую картины, я обучаю спецназ, я обучаю чемпионов мира и так далее. Я же это могу за счет этих приемов. Потому что достаточно раскрепощаться, а потом, пожалуйста, включай штангу. Занимайся штангой. И ты заметишь, что тебе она больше поддается. Ты легче сосредотачиваешься. Да, занимайся греблей. И ты заметишь, что ты легче гребешь. Ты научишься быстрее в ритмы входить. И ты заметишь, если ты перед тем, как бегать, например, вечерний бег, да, сделаешь такую легкую раскрепощающую разгрузку, 50 грамм, то ты быстрее найдешь ритм. Это вот для того, чтобы... Это прелюдия для любой... Пожалуйста, для любого вида спорта. Или обучения, или восстановления. Это прелюдия. Поэтому называется ключ. Хозяин Гоменович, на минуточку, да, сейчас время возьму. Ну, парни, да, обещал вам в течение нашей встречи дать кодовое слово. Время уже 21.03. Вот. Сейчас будем потихонечку, да, завершать нашу встречу сегодня с Хасаем Гомедовичем. Вот. Уверен, всем было полезно. Кодовая фраза такая. Значит, у меня есть ключ. Вот, собственно, вся кодовая фраза на сегодня. Причем, что она действительно теперь настоящая, потому что мы с вами только что изучили эту технику. Хасаем Гомедович, там родители спрашивают такое, пишут, что, а если руки опускаются вниз, это что значит, или на это не обращать внимания? Когда вот так делаем ключевой стресс-тест, да? Если руки опускаются вниз, значит, шейно-грудной блок. Значит, надо положить руку на руку, вот так вот, закинуть руку сюда, это подпирать и поискать пальчиками, пальчиками поискать, где здесь есть боль. Вот от шейки, от шейки до лопаточки. Поискать, где-то здесь есть боль. Найти этот спазмик. Это значит, человек, если... Это ключевой стресс-тест называется. Если руки опускаются сразу, значит, здесь где-то зажим. И два-три раза в день, по полминутки-минутки, этому человеку надо вот так вот, находя эти больные точки, разминать. И через пять-шесть дней он заметит, что у него руки легче, и голова лучше, и сон лучше, и утром просыпается в свободе, потому что зажим снимается, вот этот блок. Ну, пускай поищет, пускай поищет. Я сейчас подскажу. Только эту руку вот так подпирать надо, бросить его вот так, чтобы эта свободная была, не уставала. И поискать вот так. Слушайте, давайте мы еще раз как-нибудь встретимся. Я покажу, как ушами пользоваться. И на экзамене, и когда страх, чтобы страх снять. Ну, много там разных. Или вы возьмите просто, погуглите ХАСАЙ, просто напишите в гугле ХАСАЙ. Да, и мы очень регулярно проводим бесплатный ликбез для всех, кто на карантине, на YouTube-канале. Да просто поинтересуйтесь. Вы же можете сайт открыть стресс.сул или ХАСАЙ.РУ. Да, потому что наша школа с вашей школой дружит теперь. А наша школа называется «Человек будущего». И мы занимаемся развитием качеств человека будущего. А самое главное, качество, которое позволяет ему быть творческим, быть изобретателем, ну, соответственно, быть здоровым, да. И даже использовать энергию стресса в собственных интересах. Да, это очень интересная штука. Ну, вы можете в интернете там поискать и нас найти. Как канал на YouTube называется. Канал называется «Метод ключ» Хасая Алиева. Да, да. Это очень просто найти. Дорогие парни, да, и наши родители, не переживайте, мы эту запись сегодняшняя будет, да, мы ее выложим. Вот. Все ссылочки на материалы Хаса Магомедовича тоже вам, да, в течение недели вышли. Вот. То есть не переживайте, мы теперь это. Надеюсь... Конечно, раз наши школы подружились. Натова, да, натова. Вот. Хаса Магомедович, там я вначале сказал родителям, чтобы задавали вопросы, вот, но сейчас там все пишут, что они расслабились, кто-то уже уснул. Правильно, правильно, время-то уже такое, да. Поэтому, да, после такого дня, вот. В общем, парни, значит, если есть у вас вопросы, да, пишите сейчас в чат, вот, если вопросов нет, будем тихонечко на сегодня заканчивать. Я так понимаю, что многие после тяжелого дня, да, организм, то есть мы теперь слышим свой организм, организм просит, иди меня уложи в кровать. Вот. То же самое родители, да, если какие-то вопросы остались, пишите, если есть пожелания, также пишите, всю информацию всем вышлем, вот, ну, до конца этой недели, там, в ближайшие дни. Ну, я хочу поблагодарить Алексея, я хочу поблагодарить вас и вашу школу, что вы меня пригласили. Спасибо, мне было очень приятно. До встречи, друзья. Все, Хосей Магомедович, всего доброго, вот, с вами будем на связи, до свидания. До свидания, спасибо, спасибо. Ну, что ж, дорогие друзья, вот у нас состоялся первая такая встреча, вот, с нашими, скажем так, теперь, надеюсь, друзьями, да, мы будем продолжать искать интересных спикеров, интересных людей, да, которые могут рассказать о своих методиках, рассказать о том, как они к этому пришли, да, какие есть различные, значит, инструменты для того, чтобы работать самим собой, да, и так далее, со своим телом, вот, поэтому я надеюсь, что сегодняшняя встреча для вас была полезна, продуктивна, вот, мы с парнями здесь в отдельном чате с участниками нашего марафона на карантине, вот, вовсю тренировались, многие написали, что кто-то расслабился, кто-то полон сил, кто-то никогда не чувствовал такого удовольствия, прям счастья, радость, вот, надеюсь, у вас тоже есть такие эмоции, если будут какие-то вопросы, пожелания, обязательно пишите к нашим администраторам, вот, они все нам передадут, если будут какие-то вопросы связаны непосредственно, да, там, с работой Каса Магамедовича, я думаю, что мы в будущем вполне спокойно можем сделать вторую встречу с ним, да, если будет такая потребность, вот, ну, а я на сегодня с вами прощаюсь, напоминаю парню, да, для тех, кто в марафоне, для тех, кто пишет отчеты, сегодня отчет, сегодня ключевая фраза, у меня есть ключ, ее нужно будет написать, приложить к своему отчету, получить заслуженный балл, вот, так же рассказывайте всем своим друзьям, да, о нашем марафоне, чем нас больше, тем проще мы все переживем эти непростые для каждого нас времена, вот, самое главное держаться вместе, и не забывайте вот это вот движение, похлопать себя по плечам, для того, чтобы расслабиться, будем делать с вами по утрам, ну, и я думаю, что теперь уж ведем точно их в перерывах в наших занятиях, что ж, дорогие друзья, на этом я со всеми прощаюсь, парни, если будут вопросы, пишите в наши группы, вот, ну, и, как говорится, до новых встреч, пока-пока, пока-пока.